Здрасте можно, с вами Скерс. В фандоме Берсерка, как всегда, тишь да гладь. Главный художник, судя по всему, решил пройти не только DLC Келден Ринг, но и вообще все соус лайки, ибо новостей о продолжении до сих пор нет. Остается надеяться на то, что осенью нам выкатят пару новых глав. От Арчи тоже ничего не слышно, но, думаю, уже скоро мы увидим вторую серию. И по рисовке там точно будет прогресс, исходя из того, что я видел в его Патреоне и Дискорде. Из-за такого галяка в инфополе Безеркичам остается только обсасывать уже обсосанные темы и ждать новую главу. Так бы и было бы, если бы не команда циркачей, которые взялись за перевод новеллы Берсерк, рыцарь огненного дракона, повествующего о становлении Грюнбельда. Данная штука была издана аж в 2017 году, но до сих пор никто ее не переводил. У меня были планы сделать пересказ или что-то около того, но из-за того, что там слишком много буков, опознание моего инглиша Сэксом Дикс, я постоянно это откладывал. Но, наконец-то, появились настоящие герои, которые переведут нам эту штуку. Ссылочку на перевод оставляю в комментариях. Прямо сейчас вы можете уже ознакомиться с этой новеллой в нормальном переводе. А перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить вам про свой ТГК. Ютуб замедляют. Куда выкладывать видики, я пока не знаю. Ибо все существующие аналоги, ну, такое. Поэтому пока мы собираемся там. Если что, актуальная инфа по Берсерку и тому, что будет у меня с пересказами и видосами, всегда опубликуется там. Так что залетайте, чтобы мы не потерялись. Ну, а теперь продолжаем. Как я говорил ранее, это новелла. Но, тем не менее, там есть иллюстрация от самого Миуры. Любителям поглазеть на картинки придется тяжело. Ведь столкнуться с таким объемом буков и минимальным содержанием картиночек будет сложное. Но это отличная возможность узнать побольше о интересном второстепенном персонаже. Как он докатился до жизни такой и чем ему пришлось пожертвовать. Есть, правда, одно но. Автор новеллы, также режиссер и сценарист Берсерка 2016. Стоп! Не паниковать. 3D-буков там нет. Так что никто не сделает вашим глазкам больно. Ну и в списке работ Макото Фуками есть Психопаспорт. Довольно-таки неплохое произведение. Есть, конечно, еще кое-что тревожное. А именно отзывы зарубежных блогеров. Которые, мягко говоря, противоречивы. Кому-то не понравилась излишняя жестокость. Кто-то не принял другого автора. Но, я думаю, стоит ознакомиться с этой штукой. Сегодня на стриме мы с вами это и сделаем. Так что жду тех, кому лениво читать. Кстати, если соберем 1666 лайков, я полностью озвучу эту новеллу и выложу, как уже делал с цветами для Элджернона и Дагоном. Аудиоверсия будет, повторюсь, в Телеграме. Так что, если уж ни в какую не любите читать, я сделаю это за вас. С этим все. Как только появится перевод, думаю, сделаю обзор. Если соберем лукойлы, то это будет уже после озвучки. Ну, а пока неохота разводить воду. Скажу лучше о том, что у меня в планах. Это удивительно, но Devilman сумел собрать необходимое количество лукойлов. Так что я доделываю сагу о Винланде и сразу же приступаю к продолжению. Всего будет три серии. И, ребята, самое интересное впереди. Также на этой неделе выйдет первая серия «Цыганца» и весь сюжет манги «Бродяга». В общем, будет интересно. Огромное спасибо Архангелам моего канала. А именно Тазику, Крамеру, Максиму426, Сергею Сушку, Урсу, Александру, UnstablePlayer, Кэпу, Дизу, Якубу, Артуру Просто, а также всем, кого вы видите на своем экране. Благодаря поддержке этих ребят я могу продолжать свое дело. Присоединиться к ним вы можете, подписавшись на мой Бусти. Чем больше там будет людей, тем больше у меня будет времени, а соответственно больше пересказов. В том числе эксклюзивных. На данный момент подписка на Бусти дает вам доступ к видосе нам намного раньше и для ней по длительности. А также без цензуры. Ну а еще там каверы, ляпы и то, что я не хочу выкладывать на ютубчике. Или то, что нельзя. Привет, цирк уродов. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Еще услышимся.